Мясо готовится ровно 3 минуты, так как это куриный фарш и в микроволновке он проведет именно столько времени. В миску, подходящую для СВЧ, помещаю 100 граммов фарша, добавляю соль, немного острого перца, вливаю 150 миллилитров воды и перемешиваю, чтобы мясо разделилось на мелкие кусочки. Должна получиться вот такая мясная кашица. Репчатый лук тонко нарезаю четверть кольцами и отправляю к мясу. Ставлю в СВЧ, накрываю куполом. Регулятор мощности в положении высокое, это 700 ватт. Время выставляю 3 минуты и запускаю процесс. Через 3 минуты фарш выглядит вот так, единый кусок плавающий в бульоне. Бульон отсаживаем, а фарш разминаем вилкой, он легко распадается на отдельные мелкие фрагменты. Мясо полностью готово, а вот лук недоготовлен, он немножко подхрустывает, но для шаурмы в самый раз. Для соуса беру мягкий плавленый сыр, который продается в пластиковых контейнерах и добавляю какой-нибудь острый соус или кетчуп. Перемешиваю до образования однородной массы. Соус должен получиться такой густоты, чтобы его было удобно размазывать по лавашу. Пекинскую капусту стараюсь пошинковать потоньше. Слегка присаливаю. Мелко нарезаем любую зелень, у меня сегодня укроп, и добавляю к капусте. Перетираю руками до увлажнения. Таким образом начинка в шаурме будет сочнее. Свежий помидор режу тонкими кружочками. Лист лаваша очень большой, поэтому разрезаю его пополам. Собираем шаурму. Для этого выкладываю сначала соус, размазываю его по части лаваша и выкладываю начинку. Сначала капусту с укропом, на нее мясо с луком и помидоры. И заворачиваем начинку в лаваш. Вот такая большая шаурма у меня получилась. Посмотрим, какова она на разрезе. Начинки много, она не выпадает. На вкус, конечно же, вкусно. Так что рекомендую, готовьте. Если вам понравилась эта шаурма, то оставайтесь на моем канале, и вы найдете еще много простых рецептов вкусных блюд.